МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. Две сестры по-рязански в сегодняшней программе. Рубрика «Продолжаем репортаж». Две смерти, два сотовых телефона. В Рязани судят убийц сельских пенсионеров. Помочь Ужалью жители Спасского района обратились в прокуратуру с просьбой посодействовать в прекращении незаконной добычи песка неподалеку от села Ужалья. А теперь обо всем подробнее. Сегодня жители села Ужалья и Спасского района обратились в нашу редакцию с просьбой о поддержке. Дело в том, что неподалеку от села ведутся незаконные разработки песка. Проще говоря, воруют песочек-то. Приезжают самосвалы, гудят экскаваторы, кипит работа. А вместе с этим гибнет лес, который стоит как раз на краю самодельного карьера. Помимо того, что работы ведутся вопреки действующим нормам, что установлено при проведении недавней министерской проверки, песчаный обрыв грозит оползнем, который может разрушить часть трассы возле Ужалья. Да и само село под угрозой песчаной атаки. После проверки в середине октября разработки прекратились, а сегодня на карьер опять пришла техника. Песок растаскивают с удвоенной энергией. С подробностями Глеб Галушкин. Местные жители села Ужалья борются с незаконным вывозом песка. Причем его разработки ведутся таким образом, что под угрозой обрушения оказываются жилые постройки. А враг расширяется именно в сторону деревни. Напуганные сельчане стали обращаться в органы власти. В середине октября сотрудники Министерства природопользования и экологии Рязанской области провели проверку и установили факт самовольного пользования недрами. Даже составили протокол об административном правонарушении. Однако, по словам местных жителей, работы по вывозу песка отнюдь не прекратились. Иногда машины могут стоять возле дома и долго стоять непонятными каким-то фастором. Может, они технику ждут, может, они угрожают. В связи с водителями частенько сидят сопровождающие, вероятно, для разрешения каких-то конфликтов. Ну и по внешнему виду, если вот сельчане иногда просят остановиться, объяснить ситуацию, кто они, откуда, ну, в буквальном смысле, не реагируют, ведут себя, ну, как бы, нагло, ну, буквально, как бандиты 90-х, кажется. По словам местных жителей, территория в окрестностях села Ужалье имеет археологическую ценность. Эта местность числится на археологической карте России. И любые раскопки здесь прежде всего должны вести историки и археологи. Расширяющийся песчаный овраг также угрожает и здешней дороге. Возможно, что если незаконный вывоз песка продолжится, то по ней вскоре не сможет проехать ни сельскохозяйственная техника, ни многочисленные туристы и рыболовы. Ведь место здесь, по словам старожилов, в прямом смысле слово «рыбное». Чтобы спасти первозданную красоту и остановить разграбление песка, сейчас жители села Ужалье собираются обращаться в прокуратуру. Напомним, около месяца назад на расширенном заседании правительства области рязанский губернатор Олег Ковалев заявил, что в ряде районов нашей области продолжают фиксироваться случаи вывоза плодородного слоя почвы. Сейчас за это нарушение предусмотрены только административные наказания, штрафы, размер которых не соизмерим с ущербом от воровства почв. Тогда губернатор обратился к председателю и депутатам облдумы с предложением выйти с соответствующей инициативой в Госдуму. Внесение изменений в федеральное земельное законодательство. Но, возможно, и с нелегальными карьерами придется бороться на высшем законодательном уровне, поскольку невеликие штрафы расхитителей не очень-то страшат. К другим темам. Сегодня Оксана Тебенихина вернулась из поездки в Стенькино, где снимала продолжение репортажа о двух престарелых сестрах, которые никак не могут выбраться из нищеты. После первого репортажа старушкам помогли, да только не местные власти, а добрые люди. Дали в долг денег, покрыли крышу, вставили пластиковые окна. Интересно, что после завершения ремонта приехали местные чиновники и повосхищались, дескать, да вы, дорогие бабушки, хорошо живете. Так что зря жаловались, все у вас в порядке. Такая вот получилась современная история о житье-бытие одиноких стариков. Поистине знаменитая фраза о спасении утопающих, как никогда актуальна в России по сей день. В конце августа мы приехали в село Стенькино по просьбе родственницы двух бабушек, ветеранов Великой Отечественной войны. Попав впервые в их хоромы, мы поразились тому, в каких условиях бедным старушкам приходится буквально выживать. Вечно текущие крыши, угрожающие провалившиеся в пол печка, гнилые окна и стены, ни намека на канализацию. А местные администрации и сельсовет на просьбы о материальной помощи лишь отписываются, мол, у самих денег нет. Спустя два месяца вновь навестив бабушек, мы были приятно удивлены. Вот вам и новые окна, и крыша, и свежий ремонт. Только вот сами бабули не рады вовсе, ведь ремонт пришлось делать своими силами. Ни администрация, ни сельсовет, никто старушкам так и не помог. Люди приходили к нам, закупали, а ремонт делали люди бесплатно. Придут с работы, прямо к нам идут. Скажи, Сережа, потом. К нам приходят и делают до 12 часов. А с 12 они уходят, а утром опять на работу. Вот эти добрые, дай Бог им доброго здоровья, кто нам помогал, Господи. Старшая сестра Анна Катерина после ремонта слегла, приболела. Теперь долги раздавать нужно будет, а это ни много ни мало, 150 тысяч рублей. Откуда, скажите, у 90-летних бабуль такие деньги? Да и дел в доме, хоть отбавляй. Забор вот покосился, той же канализации нет, а над крышей угрожающе наклонилась старая березка. К нам приходили, все смотрели, все вот сделаем. Я все им говорила, вот так и так. Помощи и администрации все приезжали, я уж их не запомню. Вот, все и обещали, и никто ничего не сделал. 2 октября у Екатерины Абрамовой был юбилей, 90 лет. Пришли представители местной власти и торжественно вручили ветерану войны чайник и полотенце. Но, как говорится, и на том спасибо. Сегодня в Рязанском областном суде продолжилось слушание дела в отношении двух жителей Рязанской области, которые в один далеко не прекрасный день, основательно поддав, решили раздобыть деньжат на продолжение банкета. На прицел пьянчуги взяли пожилую пару, для которой этот самый упомянутый день стал последним в жизни. С подробностями Глеб Галушкин. На скамье подсудимых оказались двое мужчин, жителей Рязанской области. По версии следствия, в конце октября прошлого года вечером они забрались в дом своих односельчан и стали требовать у пожилых людей деньги. Однако хозяин дома решил сопротивляться, и тогда злоумышленники стали его избивать, ударили по голове принесенной собой деревянной дубинкой. Затем также они расправились и с супругой. От полученных травм пожилые хозяева дома скончались на месте. После этого молодые люди похитили два сотовых телефона и скрылись. Чуть позже они вернулись, забрали продукты из холодильника и подожгли дом. Также выяснилось, что преступление совершено злоумышленниками в состоянии алкогольного опьянения. Один из них обвиняется в разбой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением жилища, с причинением тяжкого вреда здоровью человека. Визанские судебные приставы живут сейчас в ожидании наград и поощрений. И в эту пятницу, 1 ноября, ведомство отмечает профессиональный праздник. День назначен как точка отчета службы в связи с тем, что именно 1 ноября по старому стилю 19 октября 1865 года в соответствии с положением, подписанным в этот день императором Александром II, был окончательно определён статус судебных приставов в России. Что касается рязанских приставов, то для них праздник уже начался. Сегодня во Дворце молодёжи прошло торжественное собрание. На торжественном собрании руководитель областного управления судебных приставов Николай Ромгин озвучил предварительные итоги работы за 2013 год. В этом году у нас в производстве находилось более 195 тысяч исполнительных производств. Мы достаточно эффективно принимали меры по исполнению. Свыше 70% окончено фактическим исполнением. Взыскано в пользу взыскателей всех категорий 1 миллиард 116 миллионов. Это почти больше, чем на 70 миллионов, чем в прошлом году. Торжественная церемония награждения в этот раз включала в себя подведение итогов конкурса детского рисунка под тематическим названием «Судебные приставы глазами детей». Также за активное информационное сотрудничество с управлением была отмечена и наша коллега, журналист и ведущая телекомпании «Город» Олеся Харлина. За первое место в первом этапе Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации в 2012-2013 годах в номинации «Лучшая журналистская работа» награждается дипломом Харлина Олеся Владиславовна, журналист телекомпании «Город». На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи завтра в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин